Отвечая на вопрос наших коллег с информагентства Кабар о том, нельзя ли было не доводить до такой ситуации, когда правоохранительные органы задержали более 20 активистов и политиков, которые в последние дни говорили о Кемперабаде, президент Садыр Джапаров отметил, что до этого со всеми был диалог. За последние два года я со всеми веду диалог, советуюсь. Этой весной я пригласил к себе в кабинет более 10 представителей неправительственных организаций и разговаривал с ними на протяжении трех часов. Ответил на все их вопросы, они вроде как были удовлетворены моей работой. До того, как вопрос вокруг Кемперабада получил такой общественный резонанс, я в Доме правительства проводил встречу с депутатами Джогурки Кенеша. Среди них был Адахан Мадумаров. Я им тоже объяснил все детали вопроса. Также полгода назад я приглашал Мадумарова к себе домой. Мы беседовали более двух часов. Я ему сказал, Адахан Мрза, у нас одна страна, давайте придем к согласию. Тогда мне показалось, что мы пришли к пониманию. Но не прошло и одного квартала, как он вновь начал кричать обратное. В целом, по этому вопросу я пошел на диалог со всеми. На мне вины нет. На днях в соцсетях распространили аудиозапись, на которой активисты и политики с большим энтузиазмом говорят о проведении полномасштабного митинга. Готовы даже кому-то, цитирую, если надо будет сломать руки и ноги. Но так вопросы, особенно связанные с границей, не решают, напоминают аналитики. Здесь, кроме как стол переговоров, других вариантов быть не может. Вопросы границ решить можно только двумя способами – за столом переговоров или в ходе вооруженных конфликтов. А нам разве нужны эти конфликты? Вопрос границ остается нерешенным уже десятки лет. Если не решить сейчас их прийти к консенсусу, то этот вопрос затянется еще на десятилетия. Вот так от поколения к поколению будем откладывать этот вопрос на задний план. И к чему это приведет? А те, кто пытается заработать себе политические очки, просто не понимают этого. Многие из тех политиков, с кем проводил встречи глава государства, просили для себя должности. Но надо понимать, что государственная служба не резиновая. А открывать бесполезные министерства и ведомства только чтобы раздать должности, как отметил президент Садыр Джапаров, делать он не станет. Я посетил Узген, встретился с народом. Также провел встречу здесь, в доме правительства, с жителями Баткена, Чаткала и Алабуки. Более 300 человек было на встрече. Пригласил всех тех, кто провел курлтай в Кемпирабаде, никого не делил. Встреча длилась более 7 часов. Мы обменивались мнениями непрерывно, вели открытый диалог. По итогам всех этих встреч все вроде уходят с понимающим видом, но после берутся за старое. Если говорить прямо, то их не интересует вопрос Кемпирабада. Для них это просто повод. Многие из них надеются, что в стране на этом фоне что-то произойдет и впоследствии они смогут уцепиться за власть. Со многими, кого накануне задержали, я встречался лично. Я шел на диалог. То, что президент обратился и к оппозиции, и к народу, и пытается каким-то образом урегулировать положение дел, связанное с пограничными вопросами, Но это, конечно, это, с одной стороны, заслуживает одобрения. То есть диалог с оппозицией, попытка найти какую-то золотую середину, прийти к консенсусу. Это важная задача власти. Это внутренняя дипломатия. Проводил встречи глава государства в первую очередь и с населением. А что касается задержанных, то по этому делу работают правоохранительные органы.